Приветствую. Когда Путин начал войну, чиновники и крупный бизнес оказались с ним в одной лодке, стали мировыми изгоями и попали под санкции. Вряд ли им это понравилось, но они приспособились. Поняли всё, продолжают работать, выказывают поддержку президенту. По-другому в современной России нельзя оставаться у власти и при деньгах. Но, как показывает история, верные элиты тоже устраивают заговоры и меняют правителей. Авторитарный правитель, как правило, гарантирует баланс между разными группами элит. Либо представляет интересы какой-то одной группы и помогает ей удерживать лидерство. Когда такой правитель перестаёт выполнять свою функцию, против него случаются заговоры. Рассмотрим успешные заговоры элит в авторитарных обществах. Начну с примера из отечественной истории. Никита Сергеевич Хрущёв. Формально его отставка прошла в рамках закона, но фактически это был заговор. Казалось бы, парадокс, но именно так это работает в авторитарных и тоталитарных режимах. Что же подтолкнуло советские элиты к смене правителя? После смерти Сталина прошло 10 лет. Все эти годы у власти был Хрущёв. 20-й съезд осудил период культа личности Сталина. С одной стороны, при нём в СССР шли позитивные процессы. Развенчание культа личности Сталина, реабилитация репрессированных. У нашей планеты родился новый спутник. Прогресс в науке, в частности запуск первого спутника полёта в космос Гагарина. И вообще, речь шла об общем очеловечивании режима. С другой стороны, были серьёзные провалы. Аграрная политика Хрущёва привела к дефициту продуктов. Регионы вводили продовольственные карточки. Недовольство народа жёстко подавлялось. Хрущёв санкционировал расстрел демонстрации в Новочеркасске. Во внешней политике тоже возникали проблемы из-за импульсивных решений Хрущёва. Во время его правления случились суэцкие, берлинские, карибские кризисы, когда дело едва не дошло до применения ядерного оружия. Кроме всего прочего, у элит имелись частные поводы для недовольства. Хрущёв постоянно оскорблял приближённых. Ему ничего не стоило оскорбить, унизить человека, обозвать и прочее, прочее. В этой связи вспоминается публичное унижение Путиным членов Совета Безопасности перед началом войны. Такое не забывается. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет? А я... Я... Говорите прямо. Я поддержу. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, так, та или нет. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, спасибо. Элиты поняли, этот лидер – источник проблем. И начали осторожные переговоры друг с другом о возможном смещении. У элит не было задачи изменить государственный строй, но они хотели избавиться от неудобного правителя. И я сейчас говорю не о современной России, а о СССР времен Хрущева. Что? Что же, в этом году мы что, закончим, что ли, уже? Во главе заговорщиков стал Леонид Ильич Брежнев. Ну, и еще несколько советских функционеров. Позже всех рассказали министру обороны Машу Малиновскому. За реакцию военных волновались. Малиновский идею поддержал, поскольку в армии тоже накопилось недовольство. Председатель другой важной силовой структуры КГБ был в курсе заговора изначально. Я об этом проинформировал тогда и Брежнева, и сказал, или решайте, давайте, кончайте с этим вопросом обсуждения его и предварительную подготовку, или понимаете тогда что-то, приходите к какому-то концу. И я прямо сказал Брежневу, меня могут вызвать и сказать, арестуй заговорщиков, я вынужден буду это выполнить. Как же произошло смещение? Заговорщики собрали внеочередное заседание Президиума Центрального комитета КПСС, на котором объявили Хрущеву, что недовольны его политикой, и вынесли решение об отставке со всех постов. На следующий день решение Президиума ЦК утвердил пленум ЦК КПСС. Это большой слет высших партийных функционеров со всей страны. И все те же самые люди, которые 10 лет аплодировали каждому слову Хрущева и единогласно утверждали его решение, все, вот они все вместе, одобрили его отставку. А как народ воспринял уход национального лидера? Самое подходящее слово – никак. Уход Хрущева объяснили пенсионным возрастом, ему было 70. И ни у кого не возник вопрос. Спасибо за все. Напомню, Путину тоже уже за 70. Спасибо. И в его случае поддержка большинством населения тоже иллюзия. Путин, вероятно, принимает за массовую поддержку культ своей личности. Путин! Но поддержка и культ – это не одно и то же. И вот почему. Пульт личности формирует пропаганда, создавая образ якобы выдающегося, неизаменимого правителя. И в этот образ начинает верить народ. Путин! Ну, если реальные дела не совпадают с образом, то народная поддержка уходит. Всегда! А вот внешние признаки поклонения еще какое-то время остаются, поскольку они насаждаются сверху и привычны людям. Нет Путина, нет России. Торжественное тепло прошла встреча, посвященная 70-летию со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева. Так было при Хрущеве, и культ личности не помешал его сместить. Выводы. Культ личности правителя не мешает перевороту. Армию и спецслужбы важно привлечь на свою сторону или нейтрализовать. Элитам выгодно убрать неудобного им правителя. Особенно быстро правитель теряет доверие и элиты народа в ходе неуспешной войны. Именно так произошло с Бенитом Уссаллини, итальянским диктатором, который управлял страной 21 год. Вот он идет. Все-таки это был предшественник. Да и слово фашизм – это итальянское слово. Слово фашизм, производное от латинского fascist. Так называли в Римской империи связку прутьев с закрепленным на ней топором. Этот предмет был в Древнем Риме символом административной власти. Римская империя стала для Муссолини идеалом из прошлого, как Российская империя для Путина. Я считаю, что нельзя отказываться ни от чего, что было связано с Царской империей, в истории Советского Союза. Муссолини продвигал свои идеи вставания с колен, величия нации и государства, колониальный захват в других странах, традиционных ценностей и сближения с церковью. Он искоренял оппозицию, считал, что Италии нужна сильная рука и централизация власти. Не скрой, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок с жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. Так и будет. В Италии времен Муссолини такая политика пользовалась в народе популярностью. Для диктатора все складывалось достаточно хорошо, пока он не вступил в войну на стороне Гитлера. В 1943 году Италия потерпела военные поражения на всех фронтах. И когда войска антигитлеровской коалиции высадились на Сицилии, элиты поняли, что медлить уже нельзя, Италию надо срочно уводить из войны. Но для этого требовалось избавиться от неудобного лидера. Для отстранения Муссолини был собран большой фашистский совет, государственный орган, обычно выполнявший совещательную функцию при диктаторе и на практике всегда одобрявший его решение. Однако теоретически у совета имелись полномочия отправить Муссолини в отставку. Совет этим правом воспользовался и передал власть итальянскому королю, который многие годы был абсолютно декоративной фигурой, но в данном случае очень пригодился. Король принял участие в заговоре и в передаче власти, назначил своего нового премьер-министра и арестовал Муссолини. После этого Италия заключила перемирие с антигитлеровской коалицией и упразднила фашистские органы управления. Судьба Муссолини сложилась драматично. Гитлеровские десантники освободили его из-под ареста. На оккупированных Германией территориях Северной Италии во главе с Муссолини была создана марионеточная фашистская республика, которая существовала полтора года. И все это время вела войну с королевством Италии и партизанским сопротивлением. В результате республика пала, а Муссолини был схвачен партизанами и расстрелял. Выводы. Военные поражения способствуют заговорам. Соратники приносят в жертву диктатора, чтобы свалить на него провалы. Элиты могут убрать правителя без насилия, реанимировав механизмы смены власти. В Российской Федерации, кстати, есть законный способ отрешения президента о должности. Это сложный многоуровневый квест, созданный для того, чтобы его нельзя было пройти. Однако история показывает, игру можно взломать. Как пример, возьмем Перу. В 2000 году там рухнула диктатура президента Альберта Фухимори. К тому времени он правил уже 10 лет, переизбравшись на третий срок. Казалось, все идет по плану. Оппозиция подавлена, народ терпит конституцию, заблаговременно поменяли, чтобы Фухимори мог избираться неограниченное количество раз. Пропагандистские СМИ пиарили президента. В общем, все как у нас. Но идиллию разрушил конфликт внутри правящей элиты. Неформальное второе лицо государства, начальник разведывательной службы Владимиру Ильич Ментисинос стал одной из сторон конфликта. Да, родители коммунисты назвали его в честь вождя российских большевиков. Ментисинос много лет записывал на камеры подкуп членов правительства, конгрессменов, глав медиакорпораций, судей Верховного суда, руководителей политических партий. Все это раскрылось в результате заговора. Люди из ближайшего окружения Ментисиноса передали оппозиции кассету с компроматом. Это видео показали на телеканале, который единственный, последний из крупных, оставался неподконтрольным Кухимори и Ментисиносу. Конечно, перуанское общество понимало, что режим коррупционный, мафиозный, авторитарный, и само по себе это видео не могло привести к развалу режима. Но оно разожгло конфликт между элитами. Вот что оказалось существенно. Провластная верхушка восприняла тайные съемки Ментисиноса как удар в спину и личную угрозу. Президент уволил его и приказал начать расследование. В свою очередь Ментисинос расценил решение президента как предательство. Он объявил, что компроматом у него много и пустил его в ход. Более полутора тысяч компрометирующих видеокассет. Пропагандистские СМИ поняли, что режиму конец, быстро переобулись и тоже стали транслировать кассеты с компроматом. Их стали называть «Влади Видео» по имени создателя. Часть этих видео показывали в прайм-тайм вместо вечерних сериалов, а расшифровки печатли в газетах. И президент Фухимори, и шеф разведывательной службы Ментисинос бежали за границу, но вскоре были экстрадированы обратно в Перу, осуждены и отправлены в тюрьму. Давайте посмотрим, есть ли внутриэлитный конфликт в нашей стране. В современной воюющей России элиты объединены желанием не допустить поражения, но линия разлома между ними тоже есть. Условные элиты можно поделить на два типа. Назовем «милитаристы» и «менеджеры». Первый тип – «милитаристы», готовы зайти максимально далеко в репрессиях и террориях. Милитаристы пытаются переформатировать Россию, сделать её чем-то типа Советского Союза, но с элементами рыночной экономики. Второй тип элит – «менеджеры». Они стараются стабилизировать нарушенную войной жизнь и по возможности остаться в рамках современной цивилизации. Но война и возвращение в совок, как образ будущего, их не радуют. Потенциал развития конфликта между элитами в том, что милитаристы готовы репрессировать менеджеров, как недостаточно преданных. В какой-то момент этот конфликт может перейти в плоскость выживания, а кто кого. А борьба элит за выживание, как мы убеждаемся на примерах истории, приводит к заговорам и свержению диктаторов. То, что вы сказали, звучит обидно. Кстати, оба типа российских элит имеют свой мотив замены президента. Люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном все национализировать опять. Милитаристам для выживания нужно усилить репрессии и накалять обстановку. У нас же даже есть закон о национализации, но мы этого не делаем, нет необходимости никакой. Возможно, Путин для них станет недостаточно решительным. Окажется, что этот дедушка – законченный мудак. И они захотят его убрать. А вот для менеджеров сбросить Путина выгодно по другой причине. На него можно свалить развязывание агрессивной войны и прочие преступления, а затем начать постепенную нормализацию жизни. Выводы. Элиты не монолитны. Среди них есть группы с разными интересами, они могут расшатать режим изнутри. Благодатная почва для конфликта элит – взаимные подозрения в предательстве. Хороший план для борцов с режимом – находить и проявлять межэлитные конфликты. В ролике мы говорили про Советский Союз времен Хрущева. Италия – периода Второй мировой. Перу – начало 2000-х. Посмотрим, как изменилась жизнь людей в этих странах после смены власти. Используем для этого индекс исторического развития. Он моделирует динамику ВВП на душу населения. На графике видно, что во всех трех странах в годы после переворотов ситуация улучшалась. Как показывает история, интересы элиты народа часто имеют общие вектора. Всем нужны понятные правила – экономический рост, безопасность. Так что демонтаж режима сверху удобен многим. Сопоставляя историю с современностью, мы видим, что в России потенциал для заговора элит уже есть. И он может быть реализован. Ну, всего вам доброго. Продолжение следует...